Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Захарьяш уже пожалел о том, что они с Лилей Четрару приютили Леру Фрост и Захара Саленко, которые остались без комнаты. События стали развиваться драматически, пишет он. Лера продолжает конфликтовать с коллективом. В эту ругань втягивается и Лиля, что очень не нравится Сергею. Он хочет, чтобы ребята съехали. Захар думает о том, чем он будет заниматься после Дома-2. Он мечтает открыть ресторан. Захар просит подписчиков подкинуть ему полезных идей, на чем можно в наше время заработать денег. Либерж к Падону объяснила, почему она так быстро покидает остров любви. Просто у Ольги Орловой скоро день рождения, и она решила отметить его на Сейшелах. Заодно и поработает, пишет Либерж. На последнем голосовании проект покинул Никита Шалюков. А из новеньких участников ушла Олеся Черкова. А теперь про очередной приход на проект. Алине Забродской, 21 год, она приехала из Донецка. Пришла к Саше Губернатскому, который является ее бывшим парнем. Также она очень хорошая знакомая и подруга Тани Мусульбес. У ребят намечается любовный треугольник. Еще одна новенькая участница Екатерина Шерстобитова из Казани. Она пришла к Алексею Чайчицу, ей 20 лет. Девушка заявила, что ее красота натуральная. Также в своем городе она является лучшим поваром. У нее нет опыта любовных отношений. Это Кевин Кузнецов, рэпер, который родился во Флориде. Он сторонник здорового образа жизни, сын бизнесмена. Пришел к Татьяне Графовой, с которой давно переписывается. А на ток-шоу заявил, что ему нравится Ольга Рапунцель. Лиза Триандафелиди провела прямой эфир. Она рассказала о том, что отношения с Араем Чебаняном у нее еще не закончились. А вот с Романом Гриценко окончательная точка. Она больше не хочет связываться с маленькими мальчиками, ей нужен стрелый мужчина. Также Лиза мечтает о пластических операциях. Она хочет большую грудь и увеличить ягодицы. Одна из зрительниц решила выяснить, действительно ли Ольга Рапунцель находится в интересном положении. И в результате расследования ей удалось узнать, что Рапунцель не сдавала никаких анализов, не проводила никаких исследований, на нее даже не завели карту. Также врач долго и подробно описывал Ольге все симптомы выкидыша. Также Ольга забронировала палату дневного стационара. Отметим, что в эфирах Рапунцель уже стала жаловаться на плохое самочувствие и говорить о тех самых симптомах, которые бывают при выкидыша. И во всех своих бедах она винит Влада Кадони, который высасывает у нее энергию. Маша Кокно рассказала подписчикам о том, что очень сильно похудела после ухода с проекта. Также Мария рассказала, что после большого перерыва сыграла концерт на скрипке. В сети появилось новое фото юной Виктории Романец. Антифанаты Вики пишут, что теперь понятно, почему Антон Гусев не хочет с ней детей и говорит, что ему достаточно сына от первого брака. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.